Всем привет! С вами Одесса Fashion Channel прямо из Буковский Бар. 5 свежих новостей мирового шоу-бизнеса. Новость номер 1. Хайди Клум больше не хочет выходить замуж. 43-летняя актриса и бывшая топ-модель встречаются сейчас с миллионером, продавцом искусств Витта Шнабеля. Несмотря на почти 15-летнюю разницу в возрасте, СМИ поговаривают, что скоро будет свадьба. Но, скорее всего, это просто слухи. Я точно принадлежу к тем, кто любит жизнь и ценит любовь. Мне нравится быть влюбленной и ощущать бабочки в животе. Все эти моменты, когда ты на седьмом небе от счастья. Романтика важна, для меня я старомодна в этом смысле. Но о замужестве думать вовсе не хочется, поделилась с журналистами Хайди. В последнее время знаменитые женщины все меньше стремятся замуж. Понятие семья теперь у каждого разное. Напомним, что совсем недавно сразу две знаменитые голливудские актрисы, Вайнона Райдер и Дженнифер Энистон, также довольно сомнительно высказались по поводу брака. Не сказать, что они сказали что-то невероятное, но подумать есть над чем. Хайди призналась журналистам, что идея с замужеством ей давно уже не кажется настолько привлекательной. В свое время она дважды выходила замуж, в том числе из-за известного британского исполнителя, обладателя трех премий Грэмми, Сила, с кем воспитывает четырех детей. Но ничем хорошим для нее это не закончилось. Новость номер два. Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашиан за час зарабатывает 700 тысяч долларов. Все-таки хорошо быть знаменитым, ведь даже за посещение простой шумной вечеринки тебе платят баснословные деньги. На прошедшей неделе Ким Кардашиан пригласили на частную вечеринку модного бренда Revolve. Всего на один час с незамысловатой задачей просто пофотографироваться с гостями мероприятия, за что звезда получила целых 700 тысяч долларов. Как сообщает New York Post, она прилетела частным вертолетом с 25 охранниками. Пробыла на вечеринке ровно час, сделала десяток селфи и тут же улетела в освоясь. Не забыла знаменитость сделать фото и для своего инстаграм, которая тут же опубликовала на своей странице. Отметим, что звезде реалити-шоу удается зарабатывать баснословные деньги не только своим участием на каких-то вечеринках или гламурных мероприятиях. Совсем недавно стало известно, что на онлайн-игре Ким Кардашиан Hollywood разработчики заработали ни много ни мало 160 миллионов долларов. Игру загрузили более 45 миллионов раз, а чистый доход от самой игры Кардашиан составил 45 миллионов долларов. Новость номер три. У знаменитой звездной пары Виктории и Дэвида Бэкхэма появится свой замок в Британии. Оказывается, супруги Бэкхэм давно мечтают сменить городскую суету, на размеренную сельскую жизнь, не потеряв при этом в комфорте и статусе. Так, по сообщению западных СМИ, звездная Чита уже давно присмотрела себе неплохое поместье в пригороде Лондона. Сам замок состоит из шести спальных комнат, а недалеко от главного дома расположен небольшой домик для гостей с двумя спальнями и еще одним маленьким бассейном. Кроме того, на территории поместья есть конюшня, манеж, теннисный корт, крытый и открытый бассейн. Отметим, что у пары Дэвида и Виктории Бэкхэм уже имеется одно поместье в Англии. Стоимость роскошного особняка, выстроенного в современном стиле, превышает 30 миллионов долларов. Звездная пара вместе уже более 17 лет. Воспитывают четырех детей, троих мальчиков и одну девочку. И несмотря на постоянные слухи о возможном расставании, они продолжают радовать фанатов своим звездным союзом. Новый дом обойдется Бэкхэму в 5,5 миллионов пунктов стерлинга. Новость номер 4 Олимпиаду в Рио-де-Жанейро будут комментировать знаменитейшие топ-модели. В преддверии Олимпийских игр в Бразилии канал NBC нанял двух замечательных сотрудников. Комментировать Олимпиаду в эфире будут две известнейшие бразильские топ-модели. Бывшие ангелы Victoria's Secret, Адриана Лима и Александра Амбросио. Супермодели станут ведущими в специально организованной выездной студии NBC в Бразилии. И примут участие в ежевечерних эфирах знаменитого теле- и радиоведущего Райана Сикреста. Алисандро Амбросио и Адриана Лима будут рассказывать зрителям не только о событиях самой Олимпиады в Бразилии, но и о культуре страны. Покажут любимые места в Рио и в своих родных городах. А также продегустируют самые интересные блюда традиционной бразильской кухни. Бразильцы очень любят спорт. Спорт у нас в крови. Мы очень счастливы стать частью этого грандиозного события, которое будет происходить в нашей стране. С помощью наших роликов весь мир сможет поближе познакомиться с культурой Бразилии. Поделились радостным известием топ-моделей. Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа и станут первыми Олимпийскими играми, проходящими в Южной Америке. Новость номер 5 Знаменитая пара Бейонсе и Джей-Зи стали самой богатой парой мирового шоу-бизнеса. Знаменитый журнал Forbes опубликовал в июле рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд 2016 года. Рейтинг возглавила Тейлор Свифт, а вот в парном зачете победили Бейонсе и Джей-Зи. За отчетный период Джей-Зи и Бейонсе вместе заработали больше 107 миллионов долларов. На порядок обогнав остальные звездные пары. По сведениям Forbes, наибольший доход за прошедший год Бейонсе принесли продажи скандального альбома Lemonade, выпущенного в апреле. Якобы биографическая пластинка, выпущенная под руководством супруга, и тур в ее поддержку добавили в копилку звездной щиты 54 миллиона долларов. Обвиненный в неверности или мастерском пиаре, муж звезды заработал за год на полмиллиона меньше. Причем основной статьей дохода рэпера стали не столько гонорары за песни, сколько продажи шампанского собственной марки Armand de Brignac и коньяка D'Ussé, выпускаемых Джей-Зи. Несмотря на внушительное прибавление к семейному бюджету, первой строчкой в рейтинге Бейонсе и Джей-Зи обязаны той же Тейлор Суит. Если бы певица не рассталась накануне подсчетов с Кэлвином Харрисом, она второй год подряд возглавила бы этот рейтинг. Для этого девушке понадобилось бы лишь присутствие бойфренда в рейтинге, так как только ее годовой доход в 170 миллионов долларов превышает прибыль семейства Джей-Зи и Бейонсе более чем в полтора раза. Ну а на сегодня все. С вами был Одесса Fashion Channel. До встречи в Буковский бар.